такое ощущение что данная криптовалюта даст минимум x10 почему потому что здесь мы видим такую криптовалюту zcash которая имела кстати с момента значит листинга на бирже стоимость в несколько биткоинов это 6 биткоинов на момент 16 года в октябре составляла значит цена данной монеты и мы видим что кстати на следующей неделе после листинга на такую биржу как кракен кстати о ней мы сегодня поговорим и кто торгует на бирже кракен будьте аккуратны потому что будут уже налоговики сша вас дергать в случае чего да потому как налоговое управление сша добилась выдачи данных пользователей бирже кракен но речь конечно не об этом о том что криптовалюта zcash она может иметь стоимость вполне 3000 долларов и как мы видим график здесь довольно таки по сравнению с теми торгами которые были момент листинга конечно же очень паршивый и я считаю что цена zcash может быть довольно таки очень крупная для тех кто даже не верит в эту монету а а что касается значит булрана 18 года конца 17 года так вот вот этот график вот этот булран если его можно назвать то есть цена токена доходила до отметки там 900 долларов за одну монету представьте что будет если токен приблизится хотя бы к отметке там 3000 долларов и впоследствии цена токена может вырасти на 12000 долларов это довольно таки приличная сумма крупные деньги поэтому тот кто закупился или сейчас думает покупать не покупать я думаю что цена zcash будет куда больше также мы сегодня разберем потенциал альткоина эфириум как мы видим что эфириум обновляет хай за хайом делает это он каждую неделю последнее время да и сейчас мы видим что сегодня цена эфириума уперлась там в отметку 3540 долларов а также мы видим что на локальном таймфрейме эфириум был выкуплен видим фитиль на выкуп крупным игроком естественно здесь еще можно предположить что рост еще состоится коррекция потенциально эфириума может быть в район 3300 и 3200 долларов за один эфир то есть если туда эфир упадет или даже упадет на психологическую отметку то это не так страшно и я думаю что ничего страшного здесь не будет это будет лишь коррекция почему-то что здесь мы видим что устойчивый бычий рынок продолжается на эфириуме эфириум это индикатор всех альткоинов когда эфириум стартует первым за эфириумом альткоины стартуют дальше что касается нашего торгового бота сегодня покажу конкретно то что мы заработали за вчера было заработано 5160 долларов за сделки зарабатывается у нас там бывает по 400 долларов бывает по 100 долларов сделка зарабатывается да ну и также ночью бот также фиксировал позиции зафиксировал позиции по иосу при профит 313 долларов также по xrp был продан токен и прибыль составила 1219 долларов да и естественно сейчас мы видим что xrp немного скорректировался если вы работаете локально то сейчас xrp стоит куда меньше это доллар 66 центов да в то время как мы зафиксировались на доллар и 74 цента покупался xrp еще до этого да естественно мы видим что прибыль довольно таки хороша можно торговать почему бы и нет и это конечно нужно делать на данном рынке криптовалют потому что он дает конечно же заработок ну а что касается небольшой рекламной паузы после нее мы разберем с вами новости криптовалюта и разберем самые важные события которые будут у эфириума ближайшее время оставайтесь спонсор видеоролика честно надежный проект которому можно верить и на котором можно делать большие деньги это криптликс точка ком в данном проекте реально можно увидеть свой крипто портфель на десятки тысяч долларов так как команда данного проекта одни из лучших специалистов по трейдингу на рынке проект просто супер был проверен на честность выплачивать быстро вклад и накопленные дивиденды без всяких проблем это правду один из лучших проектов на рынке где можно надежно заработать очень хорошие деньги рекомендую знакомиться ссылка на проект в описании под роликом что касается значит эфириума то ближайшее время нужно отметить то что будет консенсус а в принципе консенсус это мероприятие и она в частности также будет затрагивать эфириум и он в целом консенсус объединяет профессионалов со всего мира для создания иммерсивного виртуального опыта исследуя эволюции криптовалюты поэтому на консенсус на 24 мая вполне возможен памп движение рынка криптовалют в хорошенную волатильность поэтому будьте внимательны что касается значит эфириума то значит 31 июля или чуть ранее будет лондонский hard fork да и это конечно же обновление которое опять таки будет работать на благо экосистемы эфириум на благо системы эфириум и так далее поэтому мы будем опять таки видеть этот апгрейд и соответственно я считаю что он также двинет цену эфириума определенно наверх таким образом можно загадать что эфириум вполне дойдет до отметки там 5 или там 7 тысяч долларов потому что такое обновление тоже может повлиять положительно на цену эфириума я думаю что она повлияет что касается топ криптовалют то значит дукоин обогнал xrp сделал такой небольшой плевок фанатом xrp хотя коим я и тоже являюсь но я считаю что вообще не важно кто там где обгоняет важно как вы зарабатываете да то есть если вы на этом рынке криптовалют на этом булране зарабатываете а не теряете это уже успех если вы теряете то не знаю ну чем нужно заниматься чтобы терять деньги на рынке криптовалют то есть это не то что мы там говорим что человек не умеет торговать а мы говорим о том что на таком рынке криптовалют сейчас потерять невозможно хотя люди умудряются и конечно это плохо почему потому что здесь приходят конечно новички те которые люди поопытные уже давно на рынке криптовалют то есть они знают что как здесь есть зарабатывать но те люди которые конечно приходят они но возможно лезут фьючерсы и хотят сразу заработать очень много денег что конечно очень плохо сказывается на балансе что касается налоговое управление сша то она добилась конечно выдачи на пользователь биржи кракен да если вы ищете там альтернативу то есть биржа бинанс ссылочка на нее будет в описании и эта часть работы по выявлению лиц которые пытаются уклониться от подачи отчетности избежать уплаты причитающейся с них налога да поэтому здесь в принципе пришли к такому умозаключения что если бы кракен не дала значит б в налоговое управление отчетность я бы сказал что кракен скорее всего бы не существовал да потому что сша они могут принципе повлиять на любую биржу и они это делают то есть они развивают влияние и так далее а что касается 7bc то здесь было заявлено что сотни американских банков готовится предложить клиентам доступ к биткоину да довольно таки опять-таки круто и это может продолжить опять-таки bull run большинство людей не может инвестировать наравне с институциональными инвесторами когда биткоин будет доступен в вашем банке с возможностью покупки от одного доллара вы получите выход к привлекательному активу мы считаем это событие очень важным для расширения экономических возможностей один вопрос почему банки американские да в частности почему эти американские банки другие не могли людям предложить биткоин когда он имел стоимость около четырех пяти шести ну даже десяти тысяч долларов почему потому что крупные игроки делают деньги и чем больше простых людей сейчас двинется на рынок криптовалют чем больше простых людей которые никогда не видели такую картину как растет рынок криптовалют и как вырос биткоин да биткоин у нас вырос там с момента подъема от десяти тысяч более чем на 500 процентов чем больше людей это увидят тем больше людей это купят почему потому что обычные люди покупают на хаях а опытные значит рыночники опытные трейдеры они не делают этого они либо покупают и продают именно спекулируют либо вообще не покупают а там например работать с другими инструментами поэтому здесь мы что будем видеть мы будем видеть то что когда банки это разрешат делать то здесь будет засажена толпа и впоследствии это все уйдет вниз почему потому что любой цикл ну естественно бычий он заканчивается как и медвежий медвежий тоже цикл заканчивается и бычий тоже цикл заканчивается потом начинается опять таки зависимости от того что закончилось если закончился бычьи начинается медвежий если закончился медвежий начинается бычий цикл такого сейчас бычий цикл как только он закончится до людей засадят начнется конечно же медвежий цикл а почему потому что банкиры ржали с тех людей когда люди спрашивали как купить bitcoin когда bitcoin там имел стоимость 3000 долларов тысячи долларов да и даже меньше как купить bitcoin то есть продайте мне bitcoin дайте мне доступ как купить bitcoin так далее банкиры ржали до крутили там конечно же пальцем у виска и по итогу сейчас банкиры засадят людей то есть сейчас самое она покупать с другой стороны это хорошо что идет какой-то adoption на биткоина рынка криптовалют то что банки могут дать людям так сделать купить криптовалюту да но опять таки считаю что это все засаживание людей да то есть засаживание непонятно куда то есть поэтому здесь обычный человек он инвестирует bitcoin почему-то распространенная криптовалюта а другой человек возможно найдет другую криптовалюту с потенциалом сделать куда больше прибыли и купит ее ну а другой человек принципе может распознать то что начался медвежий цикл и не купит ничего поэтому вот такие дела что касается значит южно-корейских бирж то здесь одну из них заползли в мошенничестве на полтора миллиарда долларов да и здесь речь идет о бирже в global и правоохранители провели обыски в 22 локациях включая штаб-квартиру да и заморозили 240 миллиардов вон это 214 миллионов долларов на банковских счетах компании поэтому это тоже новость может быть отчасти причиной дальнейшего падения или коррекции почему потому что рынок хорошо вырос за последнее время и нужно его немного остудить тем более если мы говорим про то что сейчас немного все-таки индекс страха и жадности приходят чувства а именно жадность составляет 65 и 100 в то время как недавно еще было значит это показатель 50 а еще так не так давно был 30 поэтому здесь тоже нужно отметить что когда многие покупают нужно продавать поэтому следите также за индексом страха и жадности кстати говоря про графики которые мы не особо разобрали но кстати кандидатов на памп я вам назвал это эфириум и взят кэш да ну конечно да больше чем эфириум я верю что его помпанут и здесь мы также можем затронуть биткоин дело в том что сейчас у биткоина похоже на голову барта симпсона да и вот например если мы вернемся к двадцать тому году то здесь была тоже похожая формация когда биткоин значит у нас упал с 12 с половиной тысяч долларов затем он восстановился до 12 тысяч долларов затем последовал падение на 9800 долларов сейчас нечто подобное да и мы еще можем сходить с вами на шестьдесят одну тысячу долларов после этого файл мне будет коррекция а если мы не перебьем ближайшее время хай в размере 64 с половиной тысячи долларов здесь можно видеть будет впоследствии откат в район тридцать восемь тысяч долларов поэтому здесь уже нужно будет аккуратным и параллельно посматривать на индекс страха и жадности как только он будет зашкаливать нужно будет выходить с рынка криптовалют есть такое понятие как дно и шамоку да и на здесь шамоку кросс он означает то что линии пересекаются и впоследствии а пересечения этих линий знаменует то что мы можем войти в еще больше бычий сценарий бычий цикл биткоин может дойти до трехсот тысяч долларов за монету да если мы будем сравнивать вот эту ситуацию это явление с семнадцатым годом и когда здесь было дно и шамоку здесь собственно биткоин начал свой бычий цикл с трех тысяч долларов до почти двадцати тысяч долларов нечто подобное тоже происходит сейчас и мы можем увидеть с вами там район 300 тысяч долларов за биткоин если это случится то вполне логично что при этом криптовалюты будут стоить огромные бешеные деньги лайткоин там улетит за тысячу долларов те кто держали криптовалюты станут мультимиллионерами но главное чтобы эти мультимиллионеры вовремя вышли поэтому если мы говорим сейчас о рынке то рынок еще скажем так не прям перегрет какого-то супер сверх хайпа не началось однако новости про банки которые будут давать людям криптовалюту покупать и гласят о том что уже где-то надо да и выходить поэтому здесь я считаю что где-то от района фириума там 5 7 а то и даже 10 тысяч долларов все и нужно вообще все продавать выходить поводу xrp думаю что тут та же картина где-то 10 15 а то и даже 20 долларов xrp и дальше выходить потому что монеты которые не обновляли свои верхи должны обновить их так или иначе то что bitcoin и эфириум это уже давным-давно сделали а некоторые монеты нет такие как например xrp поэтому будем смотреть ну а с вами был криптовки всем удачи спасибо за просмотр и до новых встреч надежный проект которым реально можно зарабатывать каждый день хорошие деньги это криблис . ком ником иду поставить видео на паузу и прямо сейчас знакомиться с этим супер проектом